В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. За любовь и верность 20 супружеских пар Сарова получили медали в День Семьи, Любви и Верности. Ловись рыбка большая и маленькая во 2-е воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник – День рыбака. Святой Афон в работах русских художников в художественной галерее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Пожар в Мордовском заповеднике. В минувшие выходные в одном из кварталов заповедника произошло возгорание. Предварительная причина – гроза. Площадь пожара – полтора гектара. Над его тушением работают сотрудники заповедника с привлечением сил МЧС. Всего 76 человек и 13 единиц техники. На данный момент открытого горения нет. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам также нет. Ситуацию держим под контролем, заверил глава Республики Мордовия Артем Сдунов. Он же сообщил, что горел низовой слой листья и ветки. Лесу больше 150 лет и такой подстилки там накопилось довольно много. Напомним, в конце весны Росприроднадзор проводил внеплановую проверку заповедника имени Смедовича и оказалось, что не был готов к пожароопасному сезону. На местах горельников 2010-2021 годов находится большое количество сухой и частично сгоревшей древесины, что создает угрозу возникновения пожарной ситуации. Их полная расчистка невозможна из-за законодательно установленных требований к особо охраняемым природным территориям. Решение необходимо принимать на законодательном уровне. Еще одна значимая проблема – недостаточное финансирование. В итоге в заповеднике отсутствует тяжелая техника, необходимая для работы на сильно захламленной территории, информирует официальный сайт Росприроднадзора. Год назад на этой же территории более месяца тушили крупный пожар. Тогда в Сарове из-за возгорания был объявлен режим ЧИАС, а жители наблюдали смог в городе. Площадь пожара составила более 12 тысяч гектаров. День семьи, любви и верности отметили в художественной галерее. 20 супружеских пар из нашего города получили медали за любовь и верность. Награды им вручили представители фонда социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник стал официальным. По традиции в этот день вручают медали за любовь и верность. Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и получившие известность крепостью семейных устоев. В Сарове в этом году наградили 20 семейных пар. Именно для них, для наших детей, внуков, для будущего. И важно беречь, сохранять те традиции, семейные традиции, все лучшее, что у нас есть и передавать в будущее. Истории семей, которые собрались в зале галереи, многогранные. Они отражают историю нашей страны, нашего города, историю развития отдельных отраслей атомной промышленности, науки и техники, образования, медицины, искусства, военного дела. Много лет эти люди посвятили работе и достигли выдающихся успехов. Но самым главным для них все эти годы была семья. Семья – это самое ценное, что у нас есть. И получается, что мы и живем ради нее. Ради нее мы меняемся, ради нее делаем какую-то карьеру, что-то достигаем, что-то развиваем у себя. Но мы понимаем, зачем все это надо и для чего мы это делаем. И именно для этого мы тратим свою жизнь. Мы понимаем, что семья – это не только радости, не только вафельки да прянички. Это тяжелые, непростые взаимоотношения. Здесь надо и умеренность проявлять, иногда настойчивость, иногда понимание. У каждого из гостей праздника свой жизненный опыт, свой путь, свой возраст. Но всех их объединяет одно. Им выпало счастье найти того единственного верного человека, с которым можно идти по жизни вместе, преодолевать трудности, добиваться успехов в профессиональной карьере и в воспитании детей и внуков. С уверенностью смотреть в завтрашний день. Секрет семейного счастья, я считаю, что самое главное – это слышать, слушать, уважать то, что говорит тебе твой муж, и никогда не говорить друг другу слова «нет». Терпение – самое главное. Оба супруга в семье Гужовых медики, так же, как и в семье Воробьевых. Марина Борисовна Воробьева проработала врачом в нашей больнице 37 лет. Ее муж Андрей Васильевич и сегодня трудится в КБ номер 50 врачом-травматологом-ортопедом хирургического отделения. Вместе они прожили более 40 лет и своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака. Для меня вообще в семье муж – это самое главное, что это моя надежная, что это моя надежда, опора, стена. То есть я знаю, что он никогда не предаст, всегда поможет в трудную минуту. То есть вот эта вот уверенность, что рядом с тобой человеком, на которого ты можешь в любую минуту положиться и знать, что он тебя не оставит. Это загородился? Да. Ну, в общем-то, вот столько лет прожили, столько лет знакомы. И вот я считаю, что это самое главное – это надежность, преданность, доброта в отношениях, ну и умение, конечно, прощать. С семьи начинается жизнь. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Минюст предложил отказаться от бумажных свидетельств о браке и планирует создать реестр для хранения актов гражданского состояния, выписки из которого будут выдавать по требованию граждан. По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, граждане смогут в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Запрос можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Закупания в неположенных местах будут штрафовать. С начала купального сезона в регионе на воде уже погибли 25 человек, 5 из них дети. Поэтому сотрудники МЧС предупреждают, что вместе с властями будут выходить в рейды и штрафовать закупания в местах, где выставлены счеты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, а также заплыв за буйки, обозначающие границы плавания. Штраф от 1 до 3 тысяч рублей. От 500 до 1,5 тысяч заплатят отдыхающие, решившие поплавать в нетрезвом виде. В подмосковном Жуковском на кордодроме спортивного комплекса «Метеор» состоялось первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых гоночных моделей самолетов. В соревнованиях принял участие экипаж гоночной модели «Сарова». Воспитанники станции юных техников Ганин Илья и Ефимов Павел в упорной борьбе завоевали серебряные медали. Решением тренерского состава Федерации авиамодельного спорта России Илья и Павел включены в состав сборной команды России в категории юниоры. Во второе воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник – День рыбака. В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Борис занимается рыбалкой с пяти лет. Его дед рыбачил на сатисе, брал внука с собой. С возрастом интересы нашего героя поменялись. Рыбалка стала не просто способом поймать рыбу на ужин. Борис увлекся спортивной рыбалкой, а весь улов теперь отпускает назад. Тренировки три раза в неделю. Весь опыт наработанный только за счет тренировок и включительно соревнования. Соревнования дают такое количество опыта, которое ни одна любительская рыбалка не даст. Одни соревнования я бы приравнял примерно к году обычных любительских рыбалок. Ловит Бориса в Сарове. Везде в сатисе, по его словам, рыба есть, начиная от плотины и заканчивая кремешками. В наших водах водятся лещи, платва, уклейка, линь, окунь, карп, ерш, щука и окунь. Из всех насадок, с которыми я столкнулся за свою жизнь, в приоритете исключительно мотыль, опарыш и кукуруза консервированная. Все, больше из насадок я ничего не использую. В принципе, потому что это еще диктует условия того, что это в спорте запрещено использовать больше одного компонента. Бориса гонит на рыбалку не только спортивный азарт. Посидеть ранним утром на берегу, в тишине насладиться природой, увидеть восход или закат. Ради этого можно пережить и ранние подъемы, и дальние поездки. И, конечно, как у всякого рыбака, у него в запасе много интересных или курьезных историй с рыбалок. Был однажды случай, не буду говорить название, был водоем, приехали ловить окуня. Ну, то есть мелкую рыбку достаточно. Встали на яму, а в этой яме оказался стоял сазан. И начал клевать две поклевки сазана, один на 9800, другой на 8200. Вот это вот было очень весело, когда удочки супер тоненькие, супер легенькие для ловли мелкой мирной рыбы. А тут сазаны было весело. Борис входит в состав сборной Нижегородской области. Этим летом его команда заняла третье место на Кубке России по ловле рыбы донной удочкой. На соревнования приехали более 150 участников. Конкуренция была высокой. Допускали спортсменов не ниже первого разряда. Сейчас Борис готовится к соревнованиям по Фидору на чемпионате Мордовии в июле. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Более 55 произведений живописи, графики, эмалии и мозаики. В городской художественной галерее открылась выставка «Святой Афон» в работах русских художников. Саров стал третьим городом, который принял передвижной художественный проект, организованный музейно-выставочным центром РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ и программой «Территория культуры Росатома». Передвижная выставка пробудет в Сарове до конца лета. На ней представлены более 55 произведений живописи, графики, эмалии и мозаики пяти разных авторов. Объединяет эти работы святое место греческая гора Афон – древнейший монастырский центр православной церкви. Тема Афона, о том, как он выглядит, какие-то его детали, особенности, то, что мы не замечаем. Это прекрасные портреты служителей, это пейзажи, которые всегда проходят через внутреннее состояние художника, его переживания. Работы уже побывали в двух городах. Своё путешествие выставка начала в Рязанском областном художественном музее имени Пожалуйста. И уже была представлена в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева. «Разговаривает цвет, пятно, краска. Это то, на чём основано всё искусство XX века. Это погружение в цвет. И мне кажется, что эта выставка будет интересна и содержанием, и то, как это всё выглядит». Для первых посетителей организаторы подготовили сюрприз и пригласили научных сотрудников, которые после торжественной части провели экскурсию по экспозиции для всех желающих. «Очень интересные техники. Очень интересные для меня. Это было необычно. Очень красивые картины, широкие мазки. И вообще выставка сама по себе очень интересна». Познакомиться с работами можно бесплатно в городской художественной галерее до 31 августа. Без возрастных ограничений. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения родителя добродушного медведя Винни-Пуха, английского писателя Алана Милна. На очередном мероприятии летнего проекта «Библиодворик» для юных сыровчан подготовили познавательно-развлекательную программу «Серьёзный папа несерьёзного Винни-Пуха». Забавный и милый, немножко поэт и философ, любитель мёда и различных лакомств. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. Впервые мир узнал о Винни-Пухе 14 октября 1926 года, когда в печати появилась одноимённая детская книга. В 20 веке, благодаря пересказу Бориса Захадера и фильмам студии «Союзмультфильм», Винни-Пух стал очень популярен и в СССР. В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения родителя добродушного медведя, английского писателя Алана Милна. На мероприятии летнего проекта «Библиодворик» молодёжный библиотечно-информационный центр подготовил для ребят познавательно-развлекательную программу «Серьёзный папа несерьёзного Винни-Пуха». Алану Милну нынче 140 лет, а как правило на всех двориках мы работаем с книгами и библиотека, поэтому тема была выбрана такая. Почему Винни-Пух? Да потому что он любимый, его любят и дети, и взрослые. Ну, вы видели, дети радовались, книгу они все читали, если не книгу, то смотрели мультик, или диснеевский, или наш. В библиотечном дворике на улице Московская, 11, ребята весело отметили юбилей писателя, поэтому во дворе было оживлённо и шумно. Сначала сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о биографии Алана Милна, а потом дети разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы по произведению, играли викторины. Не обошлось и без весёлых стартов, и подвижных игр. Ребята участвовали в конкурсе по перетягиванию каната, попробовали закрытыми глазами прикрепить хвост осликуя, бегали командные эстафеты. Мы брали человека, бежали до стола, возвращались, брали ещё одного, и так пока кто-то не победит. Почему тебе понравились эстафеты? Потому что они были очень крутыми, мне очень понравилось бегать с другими. В конце все ребята получили маленький сюрприз – закладку для книг и леденец. А самые активные читатели на каждом библиодворике могут забрать в качестве подарка книгу или другой ценный приз. Чтобы быть в ряду счастливчиков, ребятам нужно лучше всех отвечать на вопросы и показать свои знания. А для этого сначала прочитать произведение, которому посвящено мероприятие библиодворика. Сегодня у нас были приключения Винни-Пуха и его друзей. Это очень развлекательно было, очень много разных игр, и всегда можно получить какой-нибудь подарок за активное участие. Мне сегодня понравилось очень прикольно бегать и с закрытыми глазами одеть хвостик. Ещё мне больше нравится, когда мы с друзьями бегали взять другого за руки. И мне всегда больше нравится, когда здесь дворик проходит. 13 июля в 18.00 на библиодворике ребята узнают историю одной марионетки, а именно познакомиться со сказкой Карла Колоди «Приключения Пиноккио». Мероприятие для детей старше 6 лет. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдёте все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова